Поклонники водного экстрима собрались на базе славянского филиала краевой крейсерско-парусной школы на восьмой смене передвижного туристического летнего лагеря «Славянская кругосветка». Этот необычный лагерь работает в нашем районе уже не первый год. В путешествие по воде отправились и наши корреспонденты. Ребята из нескольких районов Кубани приняли участие в «Славянской кругосветке». Это уникальный профильный водный поход, который работает летом. Участники похода проходят 120 километров по реке Протока на Грибных Каное с выходом на Азовское побережье по маршруту город Славянск-на-Кубани село Очуева. Маршрут водного похода проходит со стоянками в Славянске, в Хуторе Водном, Дериганковка, Хутор Голубая Нива и последняя стоянка будет находиться на побережье Азовского моря, пляж «Оазис» – это побережье Очуева. Впереди долгий поход. И к нему нужно подготовиться основательно. Поэтому за день до отправки по реке Протоки на базе школы состоялась тренировка. Ребята 14 лет и старше прошли курс начальной туристической подготовки – курсы «Турист-водник». В процессе тренировки наша съемочная группа пообщалась с участниками водного похода. Наш земляк Максим Ересько впервые участвует в таком походе. Говорит, что давно мечтал принять участие в водном походе. И вот, наконец, мечта осуществилась. Похода ждет с нетерпением и водной стихии не боится. Для меня завтрашний поход будет очень граниозный, потому что это очень интересно. И я советую всем побывать здесь, потому что это такой адреналин. Большинство ребят решили поучаствовать в походе ради новых ощущений. Вероника Барсукова из Славянского района не стала исключением. Для меня это очень захватывающее, что-то новое, что-то интересное, еще не опознанное. Как бы я согласилась сразу, потому что это новые ощущения, новые эмоции, новые знакомства. И вот наступил долгожданный день. Время отправления – 8 утра. Ребята надевают спасательные жилеты, берут в руки весла и отправляются на понтон. Здесь уже ждут каноэ и инструкторы, которые весь поход будут сопровождать ребят. После чего поход стартовал. Вместе со всеми отправилась и наша съемочная группа. Первая остановка в Хутореводном. За четыре дня участникам Славянской кругосветки предстоит пройти 120 километров на грибных каноэ. Сейчас мы находимся в Хутореводном Петровского сельского поселения. Здесь у ребят состоялся первый привал. Затем они продолжат свое путешествие по намеченному маршруту. Следующий пункт остановки – хутор Деревянковка. От Славянска на Кубани до Хутора Водного ребята плыли в течение пяти часов. Путь оказался непростым. Поэтому, чтобы набраться сил и подкрепиться как следует перед следующим маршрутом, они разбили палатки на берегу реки, развели костер. Ребята поделились впечатлениями с нашей съемочной группой после первого сплава. Трудности, в принципе, было то, что солнышко нас грело неплохо. А так было очень классно. У нас была очень классная команда, очень классный руководитель. Он нам правильно объяснил технику. То есть сначала первые пять человек гребут, потом следующие. Получается, 30 грибков они сделали, 30 грибков мы сделали. Мы так отдыхали. Плыли мы отлично. Ну, правда, уставали немного. Перекор был у нас полчаса. Потом дальше плыли нам... Мы отставали, но нам помогли. Мы подплыли очень даже близко. Ну, в нашей команде как бы всего больше много девочек. И то, что мы плыли вторыми, первыми, это других как бы поразило. Так как мы быстрее остальных плыли. Для меня это очень хороший опыт. Новые знакомства, много очень приятных, добрых людей здесь находятся. Ну, все, в общем, отлично. Я своих обучил нормально. Они у меня хорошо пошли. Тренировки у нас хорошо проходили. Очень все легко было. Как бы они меня слушали. Сейчас я их понимаю. Дальше наша съемочная группа не поплыла. А вот ребята продолжили свой маршрут. Следующие остановки в хуторе Деревянковка и поселке Голубая Нива. Финиш дистанции выход в море недалеко от села Очуево. Можно сказать с уверенностью, участники Славянской кругосветки получили массу впечатлений и положительных эмоций. Встретились с новыми друзьями, приобрели навыки ставить палатки, готовить пищу на костре, управлять каноэ. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа События.